Мы приехали, конечно, сегодня не в полном составе у нас. Девочки с желтыми карточками пропускают эту игру. Много травмированных. Недавно на тренировке Олеся Курочкина получила травм, поэтому она приехала, но не смогла участвовать в этой игре. В принципе, по игре, что могу сказать, было очень много моментов. Много не реализовали, наверное, вот эти моменты, которые создавали. Но рада, что выиграли. Торпеды молодцы, девчонки. Вратарь мне очень понравился в этой игре. Бились. Ну, хорошая игра. Вопрос. Все-таки не хватило чего в концовке, особенно во втором тайме, чтобы забить еще третий мяч и довести счет до крупного? Или 2-0, так сказать, играли по заданию? Нет, ну, конечно, мне хотелось, чтобы больше было забитых мячей. Давно, трудно нам сейчас даются вот эти голы, поэтому хотелось, конечно, побольше забить. Но, еще раз говорю, сами вот эти созданные моменты, что они доходят, что девочки бьют. Понятно, сегодня вратарь хорошо сыграла где-то выше, где-то чуть защитники тоже молодцы, торпеда. Поэтому, ну, как бы, что есть, то есть. Мы 3 очка взяли, и поэтому рад. Скажу откровенно, ваша команда понравилась намного больше, чем в игре. Ну, разные бывают игры, и у нас в этом сезоне есть и хорошие игры, и плохие игры, поэтому... Но, говорю еще, что мне сегодня торпеда тоже очень понравилась. Молодцы, боролись девчонки. Все? Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Сергей Трофимов. Очень жаль, да, то есть пытались сегодня, все-таки, чтобы в наших воротах было ноль, увы, не смогли выполнить установку на игру, да, то есть, при том, что выполнили те люди, на которых, скажем так, рассчитываешь. И голы-то эти, я бы не сказал, что, наверное, звезда нам их забила, мы их сами себе забили. Мы их себе забили сами. Так что, ну, вот, какой-то такой, скажем так, краткий комментарий в таком ключе. Возможно, это наш потолок, и я не хочу сказать, что сегодня кто-то не бился или не старался. Наверное, вот это то, что мы сейчас можем. Еще раз говорю, где-то в обороне мы, скажем, выглядели более-менее, снова без зуба впереди, бездарные, без зуба, да. И если с Рязанью как-то что-то, говорю, проскакивало, была какая-то, знаете, ну, идея, то сегодня, увы, еще раз говорю, как бы мы не оборонялись, как бы мы не, скажем так, как Александр Матросов, не прыгали на этот мяч, ну, невозможно играть, когда ты получаешь и тут же отдаешь мяч. Это антифутбол. Кстати, чем связать такую, ну, не хочется говорить какие-то грубые слова, ну, так сказать, снижение уровня игры по сравнению с Рязанью, потому что сегодня впереди вообще ничего не получалось. Может быть, физически вы, во втором тайме, совсем было тяжко словно, не конечно. Ну, вот смотрите, ситуация какая. Во-первых, дичонки молодые, во-вторых, все равно это, скажем так, девушки, да, то есть, ну, наверное, сегодня у ряда футболистов они просто не готовы к игре оказались. Мы каждый раз говорим о профессионализме, о том, что нужно готовиться к играм, о том, что нужно себя настраивать, и даже если не получается, по крайней мере, нужно грызть землю, да. Ну, вот как, вот говоришь, говоришь, вот это, я говорю, первый гол, да, вы даже не представляете, сколько раз мы на тренировках делаем этот отскок. Игрок команды Перми подработал мяч, на удобную ногу ее перекинул, да. Ну, я уже всем видно, уже, там, мужик шел в магазин, да, за буханкой хлеба, он уже видел, что это передача пойдет. Центральный защитник у меня не видит. Получает мяч за спину. Ну, как? Ну, что? Ну, вот так. Вот так вот. Вот такое впечатление, что вас не слышно, девчонки. Вы не дирижируете, я не знаю, даже не из оркестровой. Нет, я так думаю, что, наверное, все-таки вот той ситуации, в какой они оказываются на поле, да, то есть, когда не хватает мастерства, психологическое состояние, составляющая весь. У мужчин-то оно не всегда, да, не всегда стрессоустойчиво. Здесь девчонки явно высшим мастерством, и, увы, нету, понимаете, нету тех людей, которые могли бы вот этот погнать за собой, да. То есть, ну, я до этого, я просмотрел игру, играла звезда с локомотивом, да. Ну, там есть такие люди, которые вот встали, поставили себя, и команда локомотив как-то играла, хотя также было мало ударов по воротам и моментов там как-то, но вот у нас нет. Ну что, ну-ка, ну будем, да, можно поднять руки и сказать, я сдаюсь, нет, я не такой человек, буду биться дальше, кто отвалится там, скажем так, не готов, ну, пусть отдыхают, а я дальше буду работать. Куда деваться, до конца сезона нужно доработать, вот, потом сказать, я сделал все, что мог. И замены-то не выхиливают игру, потому что у вас опять уже гвардия выходит, так, в стартовом составе. Замены, ну, ситуация непростая, вы все правильно понимаете. Еще раз говорю, посыпать голову пеплом смысла нет, потому что нам через две недели играть, принимать здесь Краснодар и дайте мне пару дней, я сейчас отойду снова, скажем так, засучив рукава, снова буду работать, снова будем отрабатывать эти же моменты, снова будем выходить из-за обороны в атаку, на тренировках пытаться завершать, и выходить играть с кабаночкой. Ставьте два автобуса, может быть, своей, как это, и... Еще раз говорю, два автобуса не помогут, если мы отбирали, мы его отбирали, они ошибались, мы его тут же отдаем, мы его тут же отдаем. С Рязани такого не было, там хоть чуть-чуть проходили. Может быть, Рязань нам, может быть, нам Рязань так давала играть, успокоившись, играя по счету. Ну, действительно, та игра смотрелась лучше, то есть, и да, допустим. Просто кончается запас уже, не знаю, положительных, позитивных. Я согласен, меньше, меньше, меньше народу на трибунах, и вас здесь сегодня меньше, намного меньше, чем в начале сезона. И ведь мы сами себя загоняем в эту ситуацию, и самое непросто, еще сейчас нужно мне выводить из этого состояния, говорить, что они классные. Но ведь 0,2, уже не 0,3, два раза по 0,2, уже хорошо. Может быть, может быть, действительно, это потолок, это тот, вот эти 0,2, может быть, это еще и хороший результат. Со звездой и с Рязанью. Вот так. Спасибо. Да не за что. Спасибо.